МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в самой глубокой древности родители, давая имена вступающим в огромный мир детям, вкладывали в них не только свою любовь, но и надежду на то, что оно будет оберегать их от неожиданных поворотов судьбы и истории, поможет им укрепить уверенность в своих силах, воспитать твердый характер, пройти по жизни честно, гордо и открыто, с высоко поднятой головой. Девочки получали имена светлые и чистые, как соль земли. Светлана, Анна, Елена. Мальчики – имена воинов и победителей. Александр, Виктор, Лев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своё имя, родившийся 4 марта 1939 года в деревне Уразовка Краснооктябрьского района Горьковской области, Наиль Исмаилов получил в дар от мамы Арии и папы Исмаила. Он госслужащий, работал, был 25-тысячником в то время, после окончания войны, службы в армии, он здесь, в Кремлёвском полку служил, он был направлен на работу председателем колхоза. И там я остался. Имя, определившее всю его дальнейшую судьбу и образ жизни, в переводе с татарского означает «дар», достигающий и стремящийся к цели, прибивающийся её во что бы то ни стало. Таким Наиль и стал с самого раннего детства. Как и все дети, в 7 лет пошёл учиться. И вот здесь, по всей видимости, не хваля себя, у меня начал вырабатывать свой характер. В чём заключалось? Значит, в райцентре была татарская школа и русская школа. Но у нас семья большая, там четыре брата, сестра, дети пятеро, и все пошли в русскую школу, как положено. Я тоже самое, вместе со всеми пошёл первый класс. Тогда родители не водили за ручку, как сегодня водят в класс. Это пошёл, пошёл, и даже не знание пошёл, и нет. Ну, получилось так, что я пришёл, там, в классе сели, все ребята знакомы, мы одного там, в одном месте играли всё время, находились, и вот буквально учительница начала спрашивать, уровень знаний каждого, да? И там один отвечает, второй отвечает, один из вопросов, она поднимает руку и спрашивает, что это такое? Я картавил, ораль не мог говорить. Я говорю, юка, вместо рука. А по-татарски юка – это лепёшка. И весь класс смех. Меня подняли, мне стало обидно. Я скакиваю из-за парты, убегаю из класса, иду сам в татарскую школу. Поступаю, прихожу туда, первый класс татарской школы. Ну, год проучился, второй проучился, ребята же всё так, это самое. Хочется со своими. И на третий класс я опять сам взял бумаги все, то, что положено, выписка. И опять перешёл в русскую школу, в третий класс со своими соратниками. То есть, в такой самостоятельности уже с такого возраста. Когда Наилю было пять лет, умерла мама. И некоторое время большую семью из четырёх мальчиков и одной девочки поддерживал отец. Чуть позже в воспитании детей приняла участие мачеха-осезя, которую вся дружная семья Исмаиловых приняла очень тепло. Она много дала нам. Вот эта мачеха, вот то, что мы труд любим, то, что мы стараемся быть всегда как-то подтянуто, сдержанными. Вот это заслуга вот этой мачехи. Она нас приучила с молодец, с трудом. У нас таких качелей не было. Мы заботливые ребята были. Всё время с такого возраста уже надо было и за скотиной ухаживать, и снег чистить во дворе. Совсем другие времена были. Это не то, что сейчас начинай. С утра в школу, как и все, к обеду приходили из школы, перекочишь что-то и во дворе что-то надо делать по хозяйству. Независимо от возраста. С 7-8 лет уже всё с такими заботами. После окончания школы юный Исмаилов отправляется на учёбу в Горький и принимает определившее всю его дальнейшую жизнь решение. Поступает в строительный техникум. Начинает строить свою судьбу собственными руками. У нас очень интересный был учебный процесс. Кроме самой учебы, в 1958 году, это было мне 19 лет, я был на Целине 6 месяцев. Это был первый урожайный год, когда было много урожая на Целине. Вот я, будучи студентом, туда приехал. Сначала работал помощником комбайнера, потом комбайнером работал уже. У меня комбайнер под операцию попал, у него аппендицин вырезали, гнойный был, он не работал. Я до конца уборочной работал комбайнером. Только никогда я не садился за комбайн, но здесь пришлось вот этот самый, очень большой был урожай. А потом мы там были 6 месяцев. И 2 месяца мы занимались строительством. Строили там котельную, построили издание правления, хозяйство. В чем прелесть вот этой жизни? Самое главное, мы жили все вместе. Вот группа наша была 30 человек. Мы вот вместе жили, трудились, зарабатывали, вместе готовили кушать, вместе отдыхали. То есть такая-то сплоченная группа образовалась. Мы вернулись оттуда в конце октября, исцелены. И в ноябре, где-то числа 15 ноября, поехали на практику. Так называемую преддипломную практику. Березняки. На строительство азотно-тукового комбината. Вот это два таких момента во время учебы. Вот это целина и практика на азотно-туковом комбинате. И мне очень много дали по отношению к людям, по отношению к работе. В 1959 году на Ильис Маилов призывается в ряды советской армии. Я прослужил в Кировакане, в Армении, где потом вот там были всякие спитаки, когда землетрясение было. Как раз те казармы, в которых я служил, они полностью сравнялись. Мы ездили, смотрели. И год с лишним служил в горе на родине Сталина. Служил я в танке в войсках. После окончания службы, да, в те годы была льгота для срочных служащих, которые могут поступить в институт, досрочно их увольняли в армию. Значит, получилось так, что в юне месяце, 1962 года, а я должен был служить до октября, я подал заявление, сдал экзамены там и поступил в Горьковский строительный институт. Исмаилов был немного старше своих институтских однокашников, возмужавший, прошедший армию, познавший соль труда и службы. Занятия начались с первого сентября. Ну, возраст уже для такого времени и армию прослужил, и техникум. Надо же думать о самостоятельной жизни, а учиться в очном – это очень тяготно. И при том, у нас всегда было так заведено, что мы уходим. Из дома никакой помощи нематериальной никакой нет. Поэтому я решил перейти на вечернее обучение. В то время было очень развитое, это вечернее обучение, это практически те же занятия, что и на дневном обучении, только обучение идет с 18 часов до 22.30, учишься, так, после работы. И там только нет по сравнению физкультуры, нет рисования, поэтому вот так у нас 4 раза в неделю мы обучались в институте. И в это же время у меня встретилась Равеля Дунна. Буквально в сентябре месяца мы с ней встретились. И на 7 ноября, 3 ноября мы расписались уже. Поиски работы привели на Илья Смаиловича Горьковское областное управление связи, ставшее первой ступенькой в профессию связиста, захвативший его на всю оставшуюся жизнь. Меня принял тогда вот начальник управления, которого очень много сделал для моего основления, для личной жизни. Вообще прекрасный был человек Николай Владимирович Ряхин. С 1 октября 1962 года я оказался в отрасли связи, в областном управлении связи. Ну я быстро там поработал инженером-строителем где-то 2 года. И вот этот Ряхин меня назначил уже своим заместителем по строительству. В ответственной работе молодому специалисту пришлось столкнуться с множеством трудностей. Ведь связь в тогдашнем Советском Союзе находилась еще на очень низком уровне. Многие, не то что селения, города не были включены в единую телефонную сеть. Когда я пришел, в области строил всего 2 отделения, сельских отделений связи. Больше другого строительства ничего не было. Абсолютно ничего, ничего не строили. А вот в течение того периода, пока я работал, у нас объемы выросли в тысячи раз. Мы начали строить крупно-телефонные станции. Впервые появились так называемые типовые здания районных узлов связи. В райцентрах здания узлов связи были в старых купеческих домах, приспособленных, вообще полуподвальных. Там оборудование нельзя было ставить. В 18 лет Новились Маилов отдал родной Горьковской области. Добился значительных успехов в ее развитии. В становлении собственного мастерства. В 1980 году дороги судьбы привели его в столицу. Второй, вполне заслуженной и логичной ступенькой педестала успеха на Ире Смаилова стал перевод в Москву. В новообразованное Министерство связи РСФСР. Где он работал в Главном управлении капитального строительства. А в 1985 году возглавил его. Раньше планированием развития занимались Главные управления отраслевые. Допустим, Главное управление по городской телефонной сети деньги выделяло на развитие телефонии. Главное управление радиоуправления, они на развитие радио, телевидения. Управление международной телефонной связи, они по своему разделу. Вот главки выделяли на места. По своим разделам. Их начальник управления не мог объединить и куда-то направить. Когда мы создали Российское министерство, мы это все передали в одно управление. Один главк, Главное управление капитального строительства, занимался развитием средств связи, независимо от направления. Энергия и профессионализм талантливого руководителя, его умение ладить с людьми и добиваться практически невозможного разумными методами, не остались без внимания руководители Министерства связи. В 1990 году он становится начальником управления инвестиционных программ Министерства связи Российской Федерации. Были проекты такие, там, 50 на 50. Пока там кто-то думал про это, в идеологию понимал, что будет такой проект, а мы конкретно с ним садились, принимали решения и реализовывали, привлекая разные кредитные ресурсы, Гермес, Германия и так далее, и так далее. И товарные кредиты фирм-поставщиков. Когда упала эта стена, берлинская стена, да, было принято решение о том, что мы, Россия, для того, чтобы загрузить восточную Германию, должны у них покупать продукцию. Вот это дело было выделено 5 миллиардов марок немецких. Мы нашли форму через Совет Министров, сейчас я не буду говорить как, вот эти 5 миллиардов мы в течение, это на все отрасли, не только на связь, было 5 миллиардов. Мы нашли возможность 2,5 миллиарда закупить для отрасли связи. Мы за счет этого смогли построить 78 только цифровых международных телефонных станций. В 95-м году все, очень многие говорили о программе 50 на 50. Вы не слышали? Никогда не было. Это предусматривалось создать крупнейшую акционерную компанию, которая бы вложила бы в развитие связи деньги из расчета 2 тысячи долларов за номер. То есть предусматривалось построить 50 международных телефонных станций, построить 50 тысяч километров международных кабельных линий связи и построить 20 миллионов номеров телефонных станций. С этим немецким кредитом выполнили эту программу и перевыполнили. Не 50 международных телефонных станций построили за короткое время, а 78. С изменением государственного строя в стране начали происходить значительные экономические перемены, в которых активное участие принимало и Министерство связи России. Быстро, в течение одного года предприятия электросвязи сакционировались, получили полную свободу, но никто не знал, как ими управлять. Искали разные формы, как это делать, и вот мы тогда решили создать связь «Инвест». И в один из моментов, только приехал из отдыха, Владимир Борисович Булгак, звонит по прямой связи, значит, ты на месте, на месте, а где Пожитков? А он болел. Ну тогда ты зайди ко мне. Я зашел, в пятницу вечером посидели, поговорили, говорят, все, у меня другого выхода нет. Только вы или ты, или Николай Федорович можете это дело возглавить сегодня, потому что это инвестиционная компания, это ваша работа. Решайте, кто из вас будет. Ну, два дня вам, понедельник, чтобы было решение. Я, значит, в субботу Николая Федоровича нашел, пришел к нему, он выздоровел уже, в гараже там картошку перебирал, весной это было уже, ближе к песне. И говорю, Николай Федорович, я говорю, у тебя бутылка есть? Он говорит, есть. Я говорю, надо будет сейчас выпить. За что? Я говорю, вот Владимир Борисович дал такое решение, или ты, или я, должны быть в понедельник генеральным директором связи. Взял две спички, отломил, кто коротко вытаскивает, тот будет генеральным директором. В руки и Николай Федорович, он вытаскивает длинную. Вот так я и стал генеральным директором. Мы действительно собрались на одном объекте, и было, как бы, условно, дергали спички. Но это было так бы, как мы уже определились, что он будет генеральным директором. Они мне позвонили через день и говорят, вот, Исмаилов директора, представитель сайта директоров, пожитков. Не было ни помещения, ни штата, ни финансов, ни устава. Все нужно было создать. И вот эту работу, скажем так, черновую всю, по созданию фундамента будущего холдинга, который даже плохо представлялся себе многим людям, что это такое, вообще слово холдинг было непонятен еще в то время, пришлось выполнить Смаилову. И он это сделал с присущей ему энергией, с присущей ему скорпулезностью, корректностью. И смог в достаточно короткие сроки родить эту компанию юридически. ТРН Когнито, неизвестная земля, чем на самом деле было в 1996 году тогдашнее акционерное общество «Связь Инвест» и огромный масштаб предстоящей деятельности не только не испугало нового начальника, но и придало ему силы. А уж энергией на Юрию Смаиловичу было не занимать. Я сразу поставил условия. Я говорю, Владимир Ильич, это предприятие никто не знает, чем заниматься, что делать. Я говорю, наверное, две основные задачи. Это, чтобы инвестиции не пропали, и второе – найти корпоративный метод управления оригинальными компаниями. Я говорю, по инвестициям у меня есть люди, я их возьму полглавка своего, а что касается организации корпоративного управления, вы мне разрешите взять из аппарата министерства людей. Он говорит, кого хочешь, список мне даешь, на второй день они у меня были в штате. Я ему даю список на 27 человек, и на самом деле все пришли в «Связь Инвест» и вместе со мной работали. Это были опытные люди, высококвалифицированные люди. Министерство постепенно из органа управления превращалось в орган регулирования. Но до полного превращения в орган регулирования еще требовалось в то время много лет впереди. И мы смогли сбросить с себя очень много функций на этот самый холдинг. «Связь Инвест» была создана именно для того, чтобы объединить всех совместных усилий и создать встроенную мощную сеть связи Российской Федерации. Единую сеть связи. И вот «Связь Инвест» это и было. Там где-то у одних прибыль больше, других меньше, где-то перекладывание средств на развитие, где-то улучшение качества связи, где-то замена аналоговой на цифровое оборудование. Были планы мощные созданы, было очень много сделано в этой области, где «Связь Инвест» именно показал результаты, когда общая система и структура связи Российской Федерации начала возрождаться, укрепляться и занимать достойное место в Российской Федерации. Вот первым таким начинателем этого большого дела был, значит, Исмаилов. Был первым его руководителем, который действительно постепенно с Ковачева притирал все это. И он действительно пользовался уважением. И он умел как-то сделать, чтобы… Ведь у оператора интересы часто противоречат общим интересам. Причем не просто интересы, а вот у него написано, например, получить максимальную прибыль. Да? А иногда этим надо поступиться ради общего. Эти деньги во что-то. То есть, вообще говоря, это должен нарушить закон. Понимаете? Но слушались его беспрекословно. Он не командовал, он говорил, что надо так. И делали именно так. Исмаилович также оставил свой след, свой след, заметный след в истории развития связи. Практически создание связи инвеста, практическое развитие основных направлений местных электросвязей проходило как раз в период, когда Наил Исмаилович возглавлял связи инвеста. Сегодня, вы знаете, связи инвеста – это крупнейший, так сказать, полдинг в России. И во многом благодаря Наил Исмаиловичу. Триумбират, что ли, руководителей Булгак, Пожитков, Исмаилов, вот им пришлось, значит, становление связи инвеста обеспечивать. И это у них получилось. Наил Исмаилович и как человек, и как руководитель оказался в нужное время на месте. Основной задачей связи инвеста стало обеспечение руководства компаниями и решение проблем по увеличению инвестиций в развитие средств связи. Самый главный первый толчок всем этим процессам в новых условиях структурирования средств связи, структурирования и средств связи, и управленческого аппарата связи, и сути самой перехода к частному капиталу, переходу к акциям. Нужно было уметь найти везде соответствующие цели, компромиссы и решения и толкнуть этот корабль в свободное плавание. Ну, относительно, конечно, говорю, свободное в рамках законодательства. И вот это Исмаилову удалось. Это руководитель, который создавал ту структуру, которая сейчас прославляет отрасль связи. Это было совершенно пионерское движение, совершенно нестандартное движение, потому что новая экономика, новые рыночные механизмы только начинали зарождаться в отрасли связи. И он на тот момент был именно тем человеком, кто смог объединить огромное количество предприятий связи. Что будет завтра со связью? Должны определить, какие технологии потребуются, в каких объемах для каждого региона. В принципе, так? И вопросы даже я перекладываю как свои за счет кого, откуда будет это оборудование, которое необходимо. Вот эти глобальные вопросы сегодня должны быть сосредоточены на связи. Он не может сидеть на месте и сидеть без дела. Вот это вот уникальная способность человеческая, которая, к сожалению, по крайней мере, дальше пока не видно, в кого она передалась. Невозможность человеку, которому... Я его не представляю, чтобы он сидел. Я не представляю, чтобы он болел. То есть жаловался на какие-то свои... Может и болеет, никто не знает. Сам по себе. Я всегда говорил и про него, и про его братьев, которые там достигли тоже определенных успехов больших, что, в принципе, если бы с их энергетикой, с их энергией, стремлением и работоспособностью даже не в социалистическое время, а вот сейчас капитализм молодыми запустить, они бы тоже нормально себя проявили. Просто сто процентов. Многогранный, многосторонний человек, который способен не только нести в себе какое-то административное начало, но, я надеюсь, он начнет с него человеческое начало. Ему трудно было возразить, ему с ним трудно было спорить, если нет на то веских оснований, а если были, то можно было, наоборот, спорить. И он видел, видел цель разговора, видел смысл разговора. Меня поразила неуемная энергия этого человека. Он решал все вопросы быстро, четко, и, в общем-то, даже было такое подозрение, что у него очень серьезная военная подготовка, он понимает, как решать те или иные задачи. И поэтому я с огромным удовлетворением хочу сказать, что это человек с большой буквы, это специалист экстра-класса, это человек, который может решать любые поставленные перед ним задачи. Всегда себя держать под нагрузкой, и под физической, и под умственной. Я вот сейчас, полтора года последних занимаюсь, ну, хожу в фитнес-клуб заниматься, чтобы плаванием, массаж там, все вот это дело от трех до пяти дней в неделю регулярно, и я втянулся уже, мне кажется, это как-то это самое нехорошо. Я на даче работаю очень много физически, все делаю сам, никого не нанимаю, кашу там, все, что необходимо в даче. Я сам своими руками построил дачу, которая моя, у ребят, отдельно у них, а вот свою дачу я своими руками сидерей посадил, все это самое, ухаживаю за ними. То есть я постоянно, когда есть у меня время, я работаю физически. После связи инвеста я выбрал очень интересную работу. Это тогда встречался я с Рейманом, он был первым замом у Иванова, только-только из Питера приехал, телекомом, и как раз вопрос по защите отечественных производителей. Как сделать? Телеком не имеет влияния на отечественных производителей, министерство, то же самое, госкомитетом стало, не до этого. Значит, вот поэтому создали вот этот союз. Значит, первоначально в состав союза вошли 62 предприятия. Союз производителей и потребителей средств связи принципиально новая и крайне необходимая в российских экономических условиях организация. появилась на свет в конце февраля 2000 года. Ее задачи создатель и ее бессменный руководитель Наил Исмаилов определил так. Основная задача это защита отечественных производителей и оказание содействия внедрения новых технологий и отечественного производства. Вот в этом заключается. То есть организовать как можно производство в России так и чтобы самое главное это было востребовано операторами связи. Основными направлениями работы Союза стали таможенная политика, налогообложение, финансирование. Но первое, которое мы начали вместе с руководителем юридически, чтобы они были оформлены, статус имели отечественные производители. Второе, какие проблемные вопросы можно решить через государственные органы. И третье, как установить какие-то законы на рынке. Среди тех вопросов, которые уже наверху лежали, это был вопрос о поставке комплектующих изделий. Был парадокс у нас такой. Создали в Ижевске совместное предприятие, а комплектующие изделия идут от Семенца, из Мюнхена. Если заводить так, то таможенная пошлина на комплектующие изделия составляет 40% от стоимости. А в составе самой станции эти комплектующие изделия всего 5% таможенной пошлины. То есть на 35% уже получается дороже комплектующие изделия при производстве в России. Что делали? Организовывали временный завоз в Ижевск от Семенца. В Ижевске собирали телефонную станцию, грузили фуру, машину. Везде Мюнхен. Не вытаскивая из машины оборудование, меняли пломбу и обратно отправляли в Астрахань. Уже, допустим, в Астрахань. Для того, чтобы платить только 5% таможенной пошлины. И вот как раз первый вопрос был, это снижение таможенной пошлины. Удалось в течение, там процесс существует, что таможенная пошлина государство может за один раз снижать только на 10%. Вот мы в течение 4 постановления 40% в течение полутора лет довели до 5%. Очень много сейчас элементов и средств связи используются нашими подразделениями связи именно производства российского. И телефоны автоматические, и цифровые, релейные средства связи. Много, я не буду сейчас перечислять. Вот кабельные продукты, это все заслуга Исмаилова, который сумел здесь найти такие пути, поддержки, где можно было развивать, и спонсоров, которые начали создавать. Я думаю, что в скором времени будут покупать только наша отечественная продукция. Она и дешевле, и качественнее, ремонтопригоднее, чем американские, или швейцарские, или еще какие-то японские и прочее. Сейчас к этому все идет. Мы пробиваем через МС придать статус международному значению российским предприятиям АЛСТЭК саратовский, ВИСКР Уралтел и Рязанское предприятие, которое интеркросс. Вот пока с тремя теми предприятиями, хотим вытащить предать значение, это предприятие работает уже на высоком уровне, и никаких претензий нет. Второй момент, который договорился я с генеральным директором связи инвеста, они создали технический совет при связи инвести, и в течение 3-4 месяцев через этот технический совет пропустить основные российские предприятия. С выбранными предприятиями связь инвест должен заключить меморандумы с гарантией, что в такие-то объемы, в такие-то годы связь инвест гарантирует закупку. Сегодня Союз производителей и потребителей средств связи насчитывает 48 учредителей, из которых одну треть составляют производители, одну треть потребителей и одну треть научно-исследовательские институты, ассоциации и разработчики. Он определяет, это перспективная связь или нет. Это нужно, допустим, в стране, вот такие приборы или не нужны. Поэтому я считаю, это очень нужная организация, весьма нужная организация, потому что она определяет в конце концов технический прогресс. Если бы их не было, значит, можно ведь делать все старье, понимаете, они все-таки останавливают. И я считаю, что они проводят очень большую работу и нужную работу. У нас очень хорошее отношение. Сегодня задачи несколько меняются. Не надо уже вводить предприятия, их знакомить с региональными компаниями. Сегодня надо создавать нормальный законодательный рынок. Надо создавать законодательные документы, нормативные документы. здесь и вопросы сертификации оборудования, где мы активно работаем, положение отрабатываем вместе с комиссией Министерства связи. Здесь и законодательные документы, которые принимаются в Госдуме. Мне кажется, что, наверное, его идеи еще могут победить и на рынке связи появится конкретно способное российское оборудование. Министерства Сейчас мы будем с тобой вместе готовить плов. Плов самый. Что необходимо для плова? Громче. Лук. Ну, мы сейчас с тобой морковка будем готовить, ладно? Чтобы они были по длине, чуть-чуть длиннее как бы риса. Сейчас мы сделаем такие, да, бульки? Так, теперь. Вот так. Знаешь, сколько надо сделать таких? Штук десять. Это мы все научились делать, да, и дети мальчики, и папа их делает плохо, и дядь Рустем делает плохо, но у каждого свой рецепт, своя процедура, да? Дедушка любит, когда вот он сидит, смотрит телевизор, мы собираемся всей семьей, смотрим телевизор. Дедушкин любимый спорт это биатлон, вот он любит, да, смотреть. Я очень люблю спорт, и, как говорится, и практический, и теоретический, болельщик, я самый, с такого возраста за Динамо болею, так у меня случилось. Все братья у меня за циск, а только я, они меня лупили за это дело. Если в детстве, когда Динамо выиграет, ах, то Динамо, и давай меня лупить, это было на самом деле так, ну это детские шалости. А так, ну в детстве, в юношеские годы я игровыми видами спорта занимался, в сборной даже выступал в учебное заведение по баскетболу, в армии борьбой занимался. У нас было четыре брата, вот сидели во дворе, играли в шахматы, играли старше меня, вот там играет, кто-то выигрывает, а тот парень, Володя Болосмилев, говорит, Наим, дядя Наима, говорит, да я с тобой сыграю, а Дядя Наим говорит, ты, говорит, сначала сыграй с моим младшим братом, а потом со мной, он же, по какой причине, потому что я играл сильнее, чем он, знаешь, как хитрил, вот, я, конечно, выигрывал у этого, вот, говорит, со мной нечего играть, то есть, мы с самого детства вот братья, дядя Наима, знаешь ты, да, он, я, дядя Шамиль, вот, детского возраста у нас всегда были, мы дома шахматы, и мы шахматы, шашки играли, и все время, в самой, в школе участвовали на всех соревнованиях. у меня прекрасная семья, очень такие способные и умные ребята, два сына взрослых, супруга, внуки, уже большая семья у нас, расстоялся. меня то ли ренатом, то ли как-то хотели назвать, и позвонил дедушке из деревни, и передал папе, говорит, ты там Надира не обижал, скажи Рае, чтобы Надира не обижал, вот так вот это прозвучало, все, вопрос решен, то есть вот такая вертикаль власти в семье, она была, очевидно, передана оттуда, и вот донесена, по крайней мере, для нашего поколения. Кстати, назвал меня дедушка, когда меня принесли из роддома, дедушка сказал цветочек, какой цветочек между розой и лилией долго не решали, но дедушка сказал, все согласились. Вот если я дам хотя бы там половину того, что дал не мой отец, то я считаю, что я хороший папа, в принципе. Вот если у меня так получится это сделать. Папа всегда был, есть и будет для нас тем человеком, который является примером главы семьи, отношения к работе, к своим близким. При всей своей загруженности, когда вот росли мы маленькие, то есть мы его там не видели, ну он там приезжал, уезжал, постоянно какие-то командировки, работа, всегда ощущал, что он рядом с нами, всегда чувствовалась его рука, в принципе, и авторитет, который у него есть, лично для меня непререкаемый. Мы посвящаем свою жизнь детям, а у меня еще плюс к этому внуки, внучки, вся жизнь им посвящается, все, что делаешь для них. Поэтому они для меня очень такие дороги все, все одинаковые, хотя в младшем больше внимания уделяешь, больше любви как бы проявляется. Ну и старшие, внук меня слушает, так с уважением относится, все так это самое, всегда. Занимаюсь я гимнастикой, правда, дедушка это не сказать, чтобы не любит, но не совсем одобряет. Ему нравится то, что я гибкая, то, что вот так, но он говорит, что я очень много устаю, да. На самом деле, это правда, занимаюсь по пять часов в день, вот, плюс школа и уроки. Это моя радость. Это младвые подрастающие. При том, это внучки, они ближе как-то становятся, чем внуки, но правда, внуки уже взрослые, а эти как-то более ласковые, более нежные такие создания, они внимательно относятся, все. Ну и есть хитрецой некоторые разговоры, есть такие, с подколкой что-нибудь скажут, вот, ну, весело живут. Вот они и живут большей частью на даче в Салтыковке, и квартира у них есть в Москве, так что все время на колесах. Дедушка, как дедушка, любимый. Не похож, совсем не похож на остальных. Вот, мой дедушка очень серьезный, часто работает. К сожалению, встречаться приходится редко, ну, две недели раз. А ну, по телефону, безусловно, особенно бабушка, пока три-четыре раза с ними не переговорит, она не успокоится во все их мотивы, во все их дела вмешиваются, так контролирует по возможности. Веселая жизнь. Сегодня много мы говорим о том, что надо интернет до последней точки, до самого села, маленького населенного пункта, современные виды связи туда подать. А кто будет там эксплуатировать? Там нет специалистов на селе. В райцентре, сегодня, руководители муниципалитета, не есть с ним разговариваться с связистами. Там всего старший техник по связи, который ничего не закончил, а практик. Как он будет с компьютерами работать? Как он будет с интернетом работать? Он не сможет работать. Поэтому вопрос, если мы хотим нормальную связь дать на село, в первую очередь надо решить кадровый вопрос. Как бы тяжело не было, туда направлять специалистов. Связь Инвест отсюда командует теми МРК, в какой деревне, в каком селе поставят телефон автомат, где покупать оборудование, кого подрядчиком определить. Это не задача связи Инвеста. А задача связи Инвеста сегодня крупных решений, крупных проблем. Это обеспечение подготовки кадров. Сейчас никто не занимается. Все кадровые вопросы упустили. И сегодня новые технологии внедряются, а кадры старые. Сегодня основная цель, как все говорят, это прибыль акционерной компании, а как управлять услугами связи. Этому вопросу никто не обращает внимания. Забыли. Превратили из социальной услуги связь в коммерческую структуру. В коммерческую услугу. Вот в чем беда. Президент Союза производителей и потребителей оборудования и средств связи, член Совета директоров Открытого акционерного общества Московская городская телефонная сеть, член Управления Российского Союза товаропроизводителей, член Экспертного совета Комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, заслуженный строитель Российской Федерации, награжденный восемью орденами и медалями СССР и России, а прежде всего, честный, порядочный, высокопрофессиональный человек и труженик. С любым руководителем могу смотреть в глаза им и сказать, что я от вас ничего никогда в жизни зависимым не был, ни в каких вопросах. Я спокойно со всеми разговариваю. Я не поэтому меня уважаю. Вот я его причисляю просто к лидерам отрасли вот в то время, да, которые обеспечивали в значительной мере вот такое общее развитие. Мне кажется, это очень достойный человек, очень грамотный, порядочный и проводит большую работу. Успавилов – это человек с очень большим жизненным опытом, с большим стажем работы в области строительства, в области обеспечения средств связи. Человек с большой буквы, человек, который оставил много учеников. Наил Исмаилович – это фигура, очень колоритная, солидная. Наил Исмаилович, он действительно один от самых известных, знакомых и тоже очень так важных личностей электросвязи. Я очень уважаю его, знаю прекрасно его сына, вот, и считаю, что очень повезло, что удалось работать с этими людьми. Он, так сказать, достоин такой прекрасной жизни. Мы где-то с ним сродни с точки зрения восприятия и становления, и работы. Вот трудно вот найти вот человека, даже вот родственника, чтобы так понимали мы друг друга, как мы понимаем друг друга. Всегда у нас никогда не было никаких споров. Он мне очень близок, я с ним очень дружу, он хороший мой боевой товарищ. То, что вот отечественная промышленность не удалось сохранить на том уровне пока, да. Но это не моя беда, но я же еще не закончил работать, так что эта цель еще впереди, и пока работаю, я буду добиваться этой цели. А в принципе, нормально, хорошую жизнь прожит. Всегда рискованный даже в некоторых моментах есть, но риск оправдывается в конечном результате. Всегда надо, человек всегда должен иметь определенную цель. И к этой цели надо стремиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...